В эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. Мы продолжаем выпуск. В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. И на связи с нашей студией израильский дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине Цви Магин. Цви и снова здравствуйте. Как мы анонсировали в предыдущем выпуске нашей программы, что мы перейдем от взаимоотношений Байдена с Европой и Ближним Востоком к взаимоотношению Байдена, администрации Байдена, вступившего в должность с Россией. Демократы, как вы сказали в прошлой программе, в отличие от республиканцев, традиционно относятся к России и к взаимоотношениям с Россией более жестко, более, скажем так, недоверчиво и подозрительно. И вот последние дни, как будто, так сказать, вишенка на торте ко всем проблемам, которые были у Байдена связаны с его движением к инаугурации, со штурмом Купитолия и прочим-прочим, добавилась вот эта история с арестом Навального, с выходом вот этого фильма Навального, в котором идет разоблачение кремлевской элиты. На ваш взгляд, как будет в ближайшее время строиться взаимоотношения между новой администрацией США и Россией и как повлияет на эти взаимоотношения последние события? Это еще надо дожить до этого, потому что никому непонятно. На всяком случае, у Байдена, Байдену необходимо сменить внешнеполитический курс Соединенных Штатов, соответственно, по зрителям мировоззрения демократов. И в этом контексте он в определенной мере отличается от предыдущей администрации. И многие вопросы еще пока не решены. И в основном это три направления в глобальной политике, кроме Ближнего Востока. Это, естественно, Европа как таковая, и там не все просто, но это мы разберем в другой раз. Это Россия и Китай. И у него, скажем, дилемма, будущее или уже настоящего Байдена, это назначить главного противника. Кто там опаснее, если не наставить. Главного врага. Да. И Трамп назначил Китай, неспроста, наверное. Китай действительно очень серьезный игрок на мировом поле сегодня и угрожает по-настоящему или политически, еще непонятно, но угрожает всем. И России тоже. И всем другим государствам в евразийском регионе. Естественно, интересам Соединенных Штатов и не исключают, есть которые и не исключают, возможного конфликта даже военного между Соединенным Штатами и Китаем и так далее. Так что это проблема. В этом контексте нельзя осматривать Россию как отдельно взятую, а именно в этом контексте она совместно с Китаем является угрозой для Соединенных Штатов или она сама по себе сама цель и она должна найти общий язык Соединенными Штатами, а с Китаем надо разобраться иначе. Это открытый вопрос и совсем непростой. Он основной на повестке дня внешнеполитического, скажем, ведомства Соединенных Штатов. Это с одной стороны. Что же касается непосредственно России, то Россия за последние несколько лет во время Трампа была представлена как угроза Соединенным Штатам. Ее обвиняли в разных, неспроста, наверное, смертных грехах, включая подрывную деятельность и гибридную войну, то, что она не называется, и против европейских государств, и против Соединенных Штатов. И Трампа обвиняли в том, что он, в всяком случае, не поддерживает Россию, не готов с ней вести разборки, обвинять ее именно в тех или иных, скажем, неадекватных видах поведения. И были, которые заходили даже на уровень обвинения, что он тот или иной ставленник России непосредственно. Так что по всему этому комплексу вопросов у Байдена, вероятнее всего, другой подход. Ну, как минимум ввиду того, что демократы именно так заявляли, и Байден вынужден теперь будет реализовать другой подход к России. Россия рассматривается как угроза. Почему она угроза? Не как Китай, но она непосредственно угрожает всем своим соседям. Так они воспринимают все эти отношения с экс-советскими государствами, республиками бывшего Советского Союза. Они рассматриваются Соединенными Штатами как самостоятельные государства, которые следует поддержать, которым следует помочь, в смысле выйти из-под влияния России. И по этому вопросу ведется основное боевое соприкосновение, условно говоря, конечно. А правильно ли я понимаю, что у Трампа все-таки в его действиях превалировала экономика, экономические соображения, а у демократов превалирует политика. Поэтому Трамп назначил главным противником Китай, потому что с Китаем в основном были экономические терки. А с Россией он не хотел, так сказать, усугублять ситуацию, опять-таки потому, что с экономической точки зрения это было невыгодно. В нем все-таки говорил, в первую очередь, бизнесмен, а потом уже политик. А с демократами все будет наоборот. Не совсем так. Китай действует на экономическом поприще ввиду того, что, во-первых, это более эффективно по его, соответственно, его концепции развития статуса или продвижения своего статуса. А во-вторых, у него нет соответственных возможностей, военных возможностей. Он намного отстает от Соединенных Штатов. Поэтому путь развития, как они называют, это есть экономический в основном. Экономическими методами Китай ведет, условно говоря, наступление на глобальную, скажем, систему. И в этом отношении большие достижения боятся еще больших. Но, конечно, не только это, он продолжает развивать другие возможности тоже. Поэтому сдерживание Китая на экономическом поприще, но это не только потому, что экономика важнее. Потому что это основное поле, скажем, конфликта сейчас, с одной стороны. С Россией же, Россия ведет, соответственно, политику в своем регионе, защищая свои интересы, которые рассматриваются, ну, нынешние новые президенты, как неадекватная политика, которая угрожает благополучию сопредельных государств. И поэтому с этим вопросом надо разобраться. В России это рассматривается как вмешательство, как подрывная деятельность, то, что называется, цветные революции. Весь этот комплекс запросов пока существует на повестке дня. И во времена Трампа, как в какой-то мере, был спущен на другой уровень. Ныне вернется или не вернется на круги свои, как это было в предыдущих администрациях. И это будет основным вопросом именно нынешнего президента Байдена, который рассматривает, как я уже сказал, Россию в другом свете, чем Трамп. И в России, естественно, относятся к этому с определенным опасением. У России своих проблем много. Напоминаю, что до данного момента Россия находится под давлением экономических санкций со стороны Запада, где лидируют Соединенные Штаты. Ввиду его подхода, западного подхода к вопросу Украины, напоминаю, Крым, напоминаю, Донбасс, напоминаю, что после этого в 2014 году были задействованы те или иные санкции. Напоминаю, что Россия с тех пор ведет свою внешнюю политику очень активно в других регионах тоже. Ближний Восток, Сирия и так далее. Так что есть конфликт достаточно широкого параметра, что еще не решен. И теперь будет пересмотрен, наверное, в более жесткой форме, я бы сказал. Это одно. Теперь во всех этих вопросах, естественно, фигурует вопрос воздействия на те или иные внутренние, скажем, развития событий в России. И тут начинается, появляется большой вопросительный знак, что имеется в виду. Я там пытаюсь обвязать с Навальным. Навальный. Во-первых, по этому вопросу, несмотря на тот фильм, который сегодня был выпущен, да, или данные по разным каналам, ныне по этому вопросу очень мало информации. И я имею в виду то, что ничего конкретного не было сказано до данного момента ни одним западным государством. Конечно, кроме поддержки, кроме журналистском уровне в той или иной мере, и в самой России тоже ничего не говорят. Да говорят Томю Арьеву, мы его там того, разберемся, посадим, задействованы юридические санкции против него. С одной стороны, ничего конкретного пока не сказано и непонятно, что... Ну, его арестовали, по крайней мере. Да-да-да, с этим да. Юридические мероприятия, это оно и есть. Его арестовали. Но что это означает? Есть, которые считают, что он лидер оппозиции в России, и он угрожает государственной системе, в смысле политической системе, пардон, не государственной. И его рассматривают, естественно, как угрозу, которую следует ныне, естественно, ну, в какой-то мере, я не скажу слово ликвидировать, но как-то уменьшить, скажем так, с одной стороны. И после всего этого скандала с новичком и все, что было там вокруг, о чем мы не до конца все знаем, в таком случае, он провел несколько месяцев на Западе, в Германии, и вдруг возвращается в Россию. Нижданно-негаданно, когда, в тот момент, когда известно, что так или иначе его ждет только арест и юридические разборки с ним. Что же, мы имеем в виду, почему вернулся, из которой утверждать, потому что был изгнан из Германии. А я бы сказал так, действительно, это смелый человек, который ведет свою, скажем, линию, политику, но без поддержки определенных, скажем, сил, он бы, наверное, в Россию сейчас не вернулся, именно в этом подозревает его нынешняя работа. Без поддержки сил, определенных сил в России или на Западе? Нет, на Западе. Есть одна возможность. Потому что, если его тронуть его нельзя, потому что что-то там происходит, и относится к этому достаточно благосклонно на Западе. Хорошо, а что будет? Мы только что говорили, что действуют санкции, санкции действуют давно. Вот, допустим, сейчас вот его возьмут, там у него суд через две недели, если не ошибаюсь, я имею в виду настоящий суд, потому что то, что происходило комедия в этом здании РУВД, это вообще, конечно, не суд, но тем не менее. И возьмут его, посадят, лет пять ему закатают сейчас, и поедет он этот самый варежки шить, как Ходорковский. Ну и что? И кто что сможет сделать? Давайте посмотрим немного вперед или дальше, не знаем, что из этого получится, но если пройдут какие-то, скажем, политические процессы в самой России, имеется под рукой готовый лидер оппозиции. Он, конечно, не глас на оппозиции, а не системная оппозиция, что называется, а системная оппозиция, если идти тихо, смирно в парламенте, в Думе. Он может стать лидером в тот момент, когда само его существование, оно создает такую возможность, если произойдет. А произойдет ли это отдельный вопрос, не исключено, потому что в России в последнее время, за последний год немало слухов о том, что идет какой-то политический процесс, в котором рассматривается или смена власти, или передача власти, или какие-то другие противостояния разных заинтересованных структур, и даже иногда достаточно активное противостояние тех или иных групп, блоков, борьба за будущую, за престол, если хотите. И в этом контексте рассматривать будущее политического, потенциального, конечно, лидера, это непросто. То есть царевич приехал в Россию, так сказать, в ожидании престола, да? То есть там бояре между собой там бодаются, да, и хотят царя с трона сместить, и царевич им нужен как символ, как это было неоднократно в истории России, царевич им нужен как символ для того, чтобы было кого посадить на трон. В связи с этим у меня сразу к вам вопрос. Я не случайно вас переспросил, вы имели в виду поддержку Навального на Западе, а я хочу спросить, есть ли у него поддержка в России, потому я имею в виду поддержка не на улице, понятно, а имеется в виду поддержка одной из башен Кремля, потому что очень большие сомнения вызывает тот факт, что человек, зная, что его посадят, сомнений у него не было никаких, все-таки берет, едет, садится, и на следующий день выходит этот фильм, где он прямо, напрямую уже, так сказать, замахивается на действующего государя императора, да, просто оскорбляет его, обвиняет его во всех смертных грехах, прекрасно понимая, что за это последует наказание. Значит, какая-то поддержка внутри России, внутри башен Кремля за ним стоит. Вы уже ответили за меня, да, я к этому хотел подойти. Я хотел описать вообще, во-первых, какой-то подход, объективную обстановку, которая рассматривается как возможная смена или борьба за власть, и в этом контексте неспроста его, скажем, заслали, если хотите, или пустили в Россию, с одной стороны. Но есть мнение, что действительно в самой России идет непростое противостояние, есть много башен у Кремля, как известно, и что кто-то в той или иной мере играет на этом политическом поле именно этой фигурой, называемой Навальным, дает ему поддержку, оказывает поддержку, или наоборот, пытается его ликвидировать, тоже было дело, или мнение, что это не обязательно, скажем, кремлевское направление событий, а именно кто-то со стороны. И не исключено, что сейчас он действует при определенной, не знаю, гласной, негласной, или поддержке одной из башен, все возможно. В этом, как и суммировать, то можно сказать, что со всех сторон понятно, что это какой-то политический ход, это не просто персональное, скажем, противостояние Навального, как того или иного криминального авторитета, с которым будут разборки на юридическом уровне, а это что-то нечто более, скажем, объемистое, проблематичное, которое не просто решается. И вероятнее всего те, которые за этим стоят на Западе, знают об этом, и не исключено, что в самой России тоже, поэтому он может себе, наверное, позволить ту или инопределенную игру до определенной границы, скажем так. Но нам, обозревателям, пока ничего не известно, это все, что говорят о домыслах, это мнения, которые бытуют, и мы их повторяем сейчас. Посмотрим, что будет в ближайшее время. Но если увязать, что в России есть такой, скажем, неоднозначный, непростой процесс противостояний, внутренних противостояний, и увязать это, скажем, с новым подходом Соединенных Штатов, с новой политикой демократов сейчас по отношению к России, то... То есть время выбрано не случайно, время возвращения. Да, я к этому, да. Поэтому я не исключаю, что есть какая-то увязка, но это все может быть, конечно, фантазией. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с израильским дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине Цви Магеном. Наша передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания.